Об очередных успехах в сфере образования, о работе уникальной экспериментальной площадки для детей, о необычной выставке, объединившей два живописных уголка страны, смотрите в нашей постоянной рубрике «Телетайп новостей». 13 сентября этого года состоится единый день голосования, когда по всей стране, в том числе и на Кубани, пройдут выборные кампании различного уровня. В нашем районе в этот день в том числе будут выбирать депутатов районного совета. На днях в городском Доме культуры прошло предварительное внутрипартийное голосование, которое является обязательным при выдвижении кандидатов от партии на выборы. В рамках мероприятия кандидаты в депутаты выступили с предложениями по актуальным общественно-политическим и социальным вопросам развития района. Для участия в праймеризе было подано 44 заявления. В результате славянским местным отделением партии «Единая Россия» были определены кандидаты, которые будут выдвинуты на выборные должности. В славянской картинной галерее открылась необычная выставка, которая объединяет художников Кубани и Крыма. Мост искусств Крым-Кубань. Именно так называется арт-проект, в рамках которого проходит выставка. Проект представляет собой проведение выставок самых разных живописцев двух берегов Крыма и Кубани. Открытие проекта состоялось 4 ноября 2014 года в городе Героя Керчи, как раз в День народного единства, который впервые праздновался в этом городе. Проект продолжен и в 2015 году, и предстоит много выставок уже на Кубанской земле. На выставке представлено около 70 картин известных художников из Керчи и Темрюка. В экспозиции есть также детские работы. Насладиться отточенным мастерством живописцев и получить эстетическое удовольствие славянцы смогут до конца месяца. Выставка работает каждый день. В Центре развития творчества с 4 июня работает досуговая площадка «Профнавигатор». По словам организаторов, это уникальная экспериментальная площадка, которая направлена на профориентацию самых юных славянцев – дошколят. Вообще сама площадка представляет собой модель города, в которых есть и своя валюта, детки получают паспорт жителя города, у них есть свой банк, есть центр занятости и творческие мастерские, конечно же, в которых ребята учатся навыкам первых профессий. Также с ребятами работают студенты нашего филиала университета и проводят с ними психологические игры и тренинги, которые направлены именно на профориентацию детей. По окончанию смены «Профнавигатор» и ее участники получат специальные свидетельства о выпуске. На Кубани сформирован список 100 лучших школ, в которые вошли два образовательных учреждения Славянского района. Этот региональный рейтинг впервые был составлен в 2014 году и был задуман прежде всего для передачи передового опыта по организации учебно-воспитательного процесса. При определении лидеров эксперты учитывали результаты ЕГЭ, участие школьников во Всероссийской Олимпиаде, оценивали сайты образовательных учреждений. В итоге в «Золотую сотню» вошли лицы номер один и номер четыре Славянска на Кубани. Эти образовательные учреждения получат губернаторский грант в размере одного миллиона рублей на реализацию общеобразовательных программ, новое оборудование, поддержку лучших педагогов.